Доброе утро, ребята! Я такая сонная, потому что время 7 утра и сегодня суббота. Я решила начать свой новый влог именно сейчас. А все потому, что... Делечка, иди ко мне. Девочка, иди скорей. Ой, господи. А все потому, что мы сейчас поедем, Делечка, куда? Тихо-тихо-тихо-тихо. А ну сидеть. Куда мы с тобой поедем? Мы поедем стричься. Мы сегодня записаны на 9 утра на стрижку, потому что вот эта мочалка, не поймешь уже, где у нее перед, а где зад. Я когда целую, говорю, боюсь перепутать. Вот. Записались мы на 9 утра, поэтому это самое раннее время, которое было возможно. Сейчас я отвезу Полечку в гимназию. И мы сразу с Делечкой поедем в салон прихвальскую для животных, который называется Артемон. Вот. Может быть, кто-то знает, в Твире живет, кто-то был в этой перехвальнической для животных. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, к какому мастеру вы ходите и нравится вам или нет. Потому что мы идем первый раз, опыта такого у нас нет. И, как говорится, методом тыка будем пробовать на себе. А еще сегодня мы едем в цирк в 4 часа дня. Едем мы троем, тут Дима, Сашулька и я. А Полиночка к 5 часам нужно как-то умудриться ее отвезти в кибер-арену. Они сегодня всем классом идут туда играть. В Лазертак. Так что сегодня такой будет достаточно насыщенный денечек. Вот. Ну, я вам покажу, как выглядит Делька после стрижки. Как мы ее пострижем. Я хочу, чтобы ей оставили челочку обязательно, чтобы мы могли делать хвостики. Вот. Но посмотрим. Она достаточно мелкая еще. Сейчас я пойду в машину крепить вот такую вот штуку. Это Полине прислали с китайского сайта. Она заказывала. Она еще это видео вам не снимала, но я у нее утащила вот эту штучку, потому что мне сейчас надо везти лохматого ребенка. Я вам покажу, что это такое уже в машине, когда прикреплю. Все, пойдемте. Ребята, смотрите, какая классная штука. В общем, это вот такая вот складная перевозка для машины, для собаки. Можно и катать здесь переводить, сказать. Не обязательно собаку, у кого есть кошки. В общем, здесь вот этот ремень, он накидывается на подголовник сзади. Вот этот вот ремень, здесь карабинчик отстегивается, и вы прицепляете к впереди стоящему сидению. Здесь сеточка, то есть собака может смотреть по сторонам, по бокам. И вот здесь ремень. Это мы сейчас прицепим к шлейке собаки. И собака не сможет отсюда выбраться. То есть она будет в безопасности. Она не будет бегать по всей машине. Здесь я уже постелила пеленочку. Вообще там просто розовый такой низ. Вот. Но я постелила пеленочку, потому что собака едет первый раз практически в осознанном уже возрасте. Так вот это все смотрится. Очень круто. Я надеюсь, что Делька будет здесь сидеть. Сейчас мы ее оденем и пристегнем. И вам Полька еще раз снимет. Кстати, ссылочку это уже у Полины там спрашивайте, где она заказывала, потому что я не знаю. Собака, конечно, не очень хочет здесь сидеть, но она не может не кладеть, потому что у нее пристегнута шлейчка. Видите? Все, вот так и поедем. Будет привыкать. Будем сейчас все чаще с собой брать ее. У собаки стресс. Она переживает, трясется, моя девочка. Так жалко. Но ничего не поделаешь, потому что приучать собаку нужно к поездкам, приучать собаку нужно к стрижкам, поэтому это неизбежность. Просто нужно это пережить. Давай, скажи, мы когда приедем домой, мы тебя будем хвалить, тебе дадим вкусное яблочко. Да. Тихо, тихо. Мы уже на самом деле приехали к парикмахерской, но время еще даже половина 9-го нет, потому что все равно суббота. Суббота. И мы очень быстро доехали. Мы уже высадили полишку около гимназии и здесь совсем недалеко на Ерофеево мы уже приехали. Поэтому будем полчаса еще страдать здесь, ждать. Все, увидимся с вами уже скорее всего после стрижки, а может быть даже уже дома, чтобы быстрее эту малявочку отвезти домой. Молчит. Ну что, мы уже дома. Вы только посмотрите, кто тут стриженный спит. А что ты отвернулась? Уже вся прическа распустилась. Делечка, Делечка, покажись, какая ты красивая. Сонечка моя. Моя Сонечка. Ой, ну-ка встань-ка на лапочке. Ой, смотрите, какая она у нас стриженная. Ой, какая... Все, у нее сон. В общем, девчонка вела себя отлично, попищала в машине, но на стрижке зато себя вела более чем прилично. Да? Чей моя сладкая, все ушки состригли тебе. Ты красавица. Вот. Тебе понравилось? Конечно, для собаки стресс. Стресс, что уж тут говорить. Потому что повезли неизвестно куда, делали неизвестно что. Ну, ничего, надо начинать с детства. Потихонечку она привыкнет. Резиночки все повылазили, волосики уже. Ну, ладно. А я уже помылась, собралась и мы сейчас поедем в цирк. Дима с Саняком поехали стричься. Надеюсь, что у них это все получилось. Вот. Полиночке нужно к пяти часам на лазертак. Они сегодня с классом идут. А нас пригласили в четыре часа в цирк. Ну, придется нам поле отвезти на час раньше в лазертак, потому что иначе никак не получается. Вот. Что-то у меня глаза какие-то слезятся. и вообще что-то меня как-то к вечеру прибивает. Спать хочется. Ладно, поедем смотреть гиппопотамов. Доброе утро, ребята. Сегодня уже 27 декабря. Даже не верится, если честно. На самом деле влог получается такой достаточно рваный, что ли, не знаю, потому что большие промежутки между кусочками, как я снимаю. Но, сами понимаете, конец года, очень много работы, очень много каких-то дел, которые хочется доделать именно в этом году. Поэтому уж не обессудьте, смотрим то, что имеем. Полешечку я сегодня отвезла уже в школу, она учится сегодня предпоследний день, у нее три урока сегодня и курсы по французскому, и мы, я отвезла ее ко второму уроку. Сашулька в садике, Полька завтра учится последний день, и то у них, я как поняла, у них не будет занятий, просто будет классный час, и им раздадут дневники с полугодовыми оценками. Она вам все расскажет, как она закончила эту четверть, сама, я думаю. У меня сегодня единственный выходной за последние, наверное, две недели, и сегодня мне нужно будет убраться. Выходной мамы он такой. То есть будем наводить в порядке, потому что на сам Новый Год к нам приедут гости, у нас будет программа определенная с определенной тематикой, это тоже вы все узнаете позже, я думаю, что будет очень интересно, мне нужно будет написать еще сценарий, просто пока сейчас даже руки до этого не доходили, до 30-го числа исключительно я работаю, 31-го числа уже будем праздновать Новый Год. Расскажите, как у вас там идет подготовка к Новому Году, все успеваете. Так, и что еще, я уже заехала на почту, забрала Парижечкину посылку, что там пришло, я вам не расскажу, Поля все сама опять же расскажет, и давайте сейчас вместе со мной разберем пакетики, я заехала в магазин, купила кое-что покушать, и купила кое-что из бытовой химии для уборки. Так, посылочку отодвигаем, она такая тяжелая, кстати, ушла из Вологды. Так, здесь такой новогодний пакетик, это я для соседей, для наших, подарок надо будет упаковать небольшой. По акции в пятерочке был Ариэль, взяла аж две пачки по 229 рублей, 15 капсул. Обычно, ой, в последнее время покупаю жидкие, а тут по акции решила взять капсулу. Цыпленок охлажденный, поставлю в духовку, сегодня должна приехать именно мама. Это открыточка для мамы наш, Полинки его крестного, хотим поздравить ее тоже с Новым годом, небольшой презент отправить от нас. Яйца, неизменный продукт в нашем доме, бананы, так, все, а, нет, еще что-то, чек, так, все, так, огромная куча туалетной бумаги, аж 12 рулонов, это с запасом на все каникулы, так, это я взяла тоже для соседа Никиты, такой маленький сувенир новогодний, взяла отбеливатель АОС, а не АОС, АС, влажные салфетки, еще один продукт, который никогда не переводится в нашем доме, это молоко, две бутылки, мистер Прокер, очень люблю добавлять именно вот такой вот лавандовый, когда мою полы, водичку добавляешь, и пол получается такой матовый прям, и вот этот запах остается ароматом, очень мне нравится, так, это взяла мистер мускул для стекол, закончилась у нас зубная паста, взяла сансаден, ну не знаю, не очень мне нравится, но выбора не было, поэтому чем-то надо чистить, сыр классический литовский, вот такие вот семечки, черные, соленые, очень любят у меня мои кушать, а в последнее время начали они выпускать тыквенные семечки, они слегка совсем соленые, то есть я не люблю, когда пересоленные, и они очень вкусные, то есть они поджаренные, очень-очень вкусные, вот, рекомендую, вообще-таки семечки полезные, единственное, что, конечно, наверное, все-таки соленые и жареные не так полезно, как сырые, ну и все, и последнее, это вот такой вот комат, это я буду чистить сантехнику, все, а нет, еще шампунь себе взяла, что-то мыла в последнее время голову чистой линии, решила, не подходит мне, шампунь, очень жесткие от него волосы, взяла такие вот доплежденных волос, Эльцеф, вот, ничего не купила, почти 3000 отдала, все, побегу, сейчас, мне надо отвезти Диме отдать машину, у него дела в городе, и потом я вернусь и буду убираться, я решила для начала подкрепиться, сегодня у меня все очень скромно, ой, банан, мак, и моя любимая, овсянка, а еще смотрю, мне на чеки, дали купон на 100 рублей, он будет действовать с 1 по 8 января, гигантская скидка при покупке от 500 рублей, 100 рублей, я уже загрузила весь мусор в машину за 3 дня, и еду сейчас, выкину мусор, отдам Диме машину, он меня отвезет домой, и буду убираться, а еще хочу заехать, знаете, что купить, хочу купить для принтера такую клейкую бумагу, она понадобится нам для оформления на Новый год, и хочу попробовать, будет ли Полинин принтер, печатать на такой бумаге, мне кажется, должен без проблем, так что я куплю, и мы с вами потом вместе проверим, что еще, а еще, я себя очень плохо чувствую, если честно, такое бывает очень редко, скорее всего, это связано с погодой, которая у нас сейчас на дворе, вчера было ночью минус 7, сегодня плюсовая температура, все тает, весь снег, который выпал за последние 2 дня, это просто каша, в городе асфальт, сейчас я вам все покажу, вы все сами увидите, мне кажется, такая ситуация, далеко только не в нашем городе, я, ну, конечно, я знаю, что есть где-то и минус 40, там, да, минус 30, но, в основном, все города страдают без настоящего зимнего холода и без снега, это печально, я люблю зиму, по мне лучше пусть будет минус 20, минус 30, но настоящая такая русская, хрустящая зима, а не та слякоть, которая у нас сейчас на дороге, и не знаешь, как одеваться, не знаешь, какую обувь одевать, потому что все промокает, вот так вот выглядит 27 декабря в Твери, как мы видим, больше грязи, чем снега, это печалька на самом деле, напишите, любите ли вы снежную зиму настоящую, или вам нравится вот такая вот погода, когда на улице плюс 2,5 градуса, а кто у нас тут такой голодный, чапкает, чапкает на всю камеру, лохматый, голодный, лохматый, у кого сегодня был предпоследний день в школе? У меня. Что ты кушаешь? Курочку. Горелую, горелую курицу. В общем, не идет у меня сегодня что-то уборка, видно погода все-таки меня не отпускает. На улице очень пасмурно, хотя время 2 часа дня, очень темно, ничего не хочется делать. В общем, я пока только приготовила обед, запекла курочку в духовке, забыла купить клеющуюся бумагу, но мне купил ее Дима. И мы с Полькой сейчас пойдем пробовать печатать на ней, да, Поля? Угу. А еще мне надо подсканировать документы, так что все с вами сделаем. А вечером мы будем наряжать елку, наконец-то. Ура! Новый год через 4 дня мы елку сейчас наряжаем. А еще мы поедем с Димой сегодня в магазин, купим часть продуктов, чтобы 31-го числа купить только самое необходимое. Приятного аппетита, дядь, обувь! Пока я занималась бельем, Поля уже распечатала, смотрите что. Даже меня не подождала. Получилось очень клево. Тебе нравится? Угу. Классный принтер, да? Прямо, смотри, какие цвета сочные-сочные. Да-да-да. И так как это фотобумага, ой, не фотобумага, а бумага на клейкой основе, то ее просто вот сняли, задний слой, Полька сняла и мороженку приклеила. Больше похоже не на мороженку. Круто. Давай еще что-нибудь распечатаем. Сидим с Полей на лестнице. Как он? Там у нас, не обращайте внимания, там такой хаос. Это у нас склад документов и посылок. А мы с Полей предложили распечатать Вау! Вот это. Ну, койди вниз, быстро! Полей предложил распечатать дедушке фотографию с моего дня рождения, где они Полина, Саша и дедушка. Вот, дедушке будет очень приятно, мы когда поедем поздравлять с Новым годом их. Отдадим фотографию. Вот эту фотографию мы хотим распечататься, она мне так нравится. Давай, Палеш, запускай настройки. А я пойду пока вставлю фото, бумагу. Принтеру мы нашли место вот здесь у нас на подоконнике. Мы отключили батарею, чтобы не сохли чернила. и здесь у нас такая документная зона и зона печати, потому что принтер этот работает по Wi-Fi и с него можно запускать документы на печати с любой точки нашего дома. Это очень удобно. Кстати, напомню, что Полинка заказывала этот принтер на сайте оригиналом.нет. Очень-очень выгодная покупка была на самом деле, потому что Поля сейчас очень много печатает, она и DIY постоянно печатает и очень много работ в школу печатает. И что здесь удобно, у этого принтера есть система непрерывной подачи чернил. Она должна вот так вот стоять рядом с компьютером и шлейф должен свободно находиться рядом с принтером на поле меня поправляет находиться свободный шлейф. И в общем посмотрите, сколько печатаем. Я прям поражаюсь. Краска вообще практически даже вот ну чуть-чуть совсем ушла. но картриджи практически все целые. Так классно. А еще сколько мы еще напечатаем? Так, сейчас мы будем печатать, мы найдем фотобумагу. Где-то она у нас здесь стоит. Вот такая фотобумага. Все, листик уехал и печатается. Ждем. Кстати, кому интересно, это модель XP342 Epson. Ну что, я уже распечатала две фотографии. Сейчас еще печатаю одну вот такую формату А4. Качество обалденное. Папочки отвезу с мамой. Все, сейчас мы с Димой идем добывать елку. Вот он, главный вор елок. Куда на дело собрался? Ой, как темно. Темно и ничего не видно. Да, я, пожалуй, выключу камеру. Нам, в общем, туда, где свет в конце туннеля. Миссия завершена. Елка сворована. Нам окрали нам какой дом? Представы. Беги быстрее в темноту, в темноту. Беги скорее. Скорее, пока никто не видел. Пока. Все, елку мы забрали. Теперь главное ее дотащить до дома. Сейчас мы заберем Сашочка с садика, съездим в магазин и будем все вместе елочку наряжать наконец-то. Сегодня 27 число, а мы еще только ставим елку. Но ничего. Ничего не видно. Низги. Елка дотащена. Тащи, тащи. Ой, а здесь по песку-то. Ну все. Она такая зеленая. Симпатичная. наша горка была такая клёвая вся села смотрите какая блаженна за воротом дети катались пусть грязь стекает ой она высокая звезду будешь вешать наверх окошечко наше горит красивая холодильник наш там не разобранный бежим за саньком доброе утро сегодня кто тут такой лохматый мы с тобой две лохматые девчонки и посмотри какой ты лохматый моя девочка сегодня уже 28 число вчера ничего не снимала мы вчера привезли ёлку я вам показала потом мы с димой поехали в магазин купили подарки почти всем купили немножко продуктов чтобы потом не покупать вот но самый основной поход у нас магазин конечно будет с 30 на 31 наверное в ночь мы обычно ездим когда народу поменьше хотя обычно хотя последний раз как-то там не очень было меньше народа было еще больше чем не вот вообще какая-то суматоха предновогодняя надо сделать столько дел по-хорошему а из такой вот погоды не совсем сил какой-то упадок прям я вчера помылась приехала мы вчера легли очень поздно где-то наверное во втором часу ночи уже и очень хочется спать вчера приезжала димина мама поздравила деток с наступающим новым годом подарила им тоже подарки и сегодня она уехала в питер к нашим племяшкам вот новый год она будет с ними проводить так что мы будем звонить на тридцать первого на первый год с новым годом с новым годом вот вообще сейчас к нам должен приехать мастер которые занимаются у нас водой очисткой воды я бы сказала даже вот потому что у нас тут совсем стал очень желтая вода течь это значит надо либо фильтра менять либо что-то делать либо регенерацию ставить на почаще и поэтому я не убираюсь потому что жду когда пройдет очистка воды чтобы была чистая вода и и начистить всю сантехнику надо прополисосить помыть полы но я чувствую что это останется на утро 31 числа потому что сегодня мне на работу работаю я сегодня допоздна завтра я работаю первый плане дня у саша завтра утреннику второй плане дня и субботу я работаю с утра до ночи последний день все по на последний день оставили все и 30 я работаю целый день вот так что такие дела парижка уже звонила все у них прошел классный час сегодня она ездила в школу на 40 минут к 9 в 9 40 они уже закончили отдали им дневники целу дали на каникулы по технике безопасности как обычно вот и все я отправлю отдыхать и 12 часов она сейчас пошла к диме в офис и в 12 часов она пойдет с ариной на квест с ее одноклассниками вот они позвали мне там набралось не очень много человек и польку позвали с собой так что она пойдет на квест и потом дима ее заберет уже от ее домой ушки вот такие вот дела а будь здорово кто такой птихун кто такой птихун я не знаю сколько уже по времени я снимаю этот влог наверное его на сейчас уже закончу и я думаю что до нового года еще будет один влог где я уже вас всех поздравлю с наступающим вот а этот уже наверное буду сейчас выгружать пока как раз есть время и выкладывать на канал вот не знаю ребят извините что там получается это мне кажется безумно будет нарезка непонятная но в такой суете предновогодний по-другому просто не получается все говорю всем пока скажи всем пока подписывайтесь на канал и ставьте лайки пока